Время выхода в эфир программы «Сейчас в регионе». С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. Сегодня день памяти и скорби. В 76-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной мы вспоминаем павших. Около 140 тысяч жителей Архангельской области не вернулись с фронтов той далекой войны. Сегодня в 4 утра прошел митинг памяти. Его участники зажгли свечи. Рассказывает Олеся Кокина. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Эти страшные слова навсегда врезались в память Галине Скворцовой. В июне 41-го ей было всего 5 лет. Я очень хорошо запомнила, как мы провожали своего папу на фронт. Это было так тяжело и скорбно. И чтобы не расстраивать маму, я ушла и спряталась, чтобы она не видела, как я плакала. Мне было жалко ее и жалко то, что папа уходит от нас. Из Архангельской области на войну было призвано около 270 тысяч человек. Более половины не вернулись домой. Почтить их память сегодня в 4 часа утра к вечному огню пришли ветераны, школьники, руководители города и области, депутаты Гурдумы и областного собрания. 140 тысяч северян не пришло. Каждый пятый житель города Архангельска. Это цена той победы, нашей великой победы. Это очень много. Поэтому мы должны помнить каждого. Говорят, что человек живет, пока о нем помнят. В тех семьях, где бережно хранят историю своих предков, новые поколения твердо стоят на ногах. Мой прадед воевал в Австрии. Он прошел всю войну, у него было ранение. Получил ордена. За отвагу, за взятие вены. Моему деду повезло. Он вернулся из Кенигсберга с двумя ранениями, но остался жив. Никогда не вспоминал о войне, как о чем-то таком героическом, пафосном. Когда он о ней говорил, это всегда были грустные глаза, иногда слезы. Меня как-то это вынес с собой. И я не пережил этого, но я это помню. Вспоминают сегодня и тех, кто отдавал свои силы и здоровье на трудовом фронте, в тылу. Тысячи архангелогородцев, подростки, женщины, старики работали на заводах, обеспечивали транспортировку грузов и военной техники. А наши врачи и медсестры спасали жизни солдат на Карельском фронте. Моя прабабушка, она работала медработником, и она еще девочкой маленькой проходила всю историю, связанную с медицинским центром здесь в годы войны. И участвовала полностью в тыловой поддержке, и рассказывала мне, уже своему правнуку, как это все происходило здесь, в Архангельске. В годы войны на Архангельск фашистской авиации было сброшено более 20 тысяч бомб. Но, несмотря на все усилия врага, город выстоял и стал примером воинской доблести и славы. Олеся Кокина, Михаил Меньшенин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. В День памяти и скорби коллектив Архангельского телевидения и администрация Соломбальского округа продолжили эстафету памяти. Напомним, накануне 9 мая наша телекомпания призвала горожан навести порядок на Соломбальском кладбище. Здесь находятся десятки заброшенных могил советских солдат. Позже к акции присоединилась и администрация Соломбальского округа. Удалось перевести в порядок больше десятка могил. Сегодня рядом с обновленными памятниками были высажены многолетние цветы. Сегодня на нашем Соломбальском кладбище достаточно много захоронений людей, погибших в Великую Отечественную войну и защищавших нашу Родину, погибших и умерших позже. Многие из них сегодня находятся в достаточно заброшенном состоянии. Наша телекомпания предлагает присоединиться к эстафете памяти. Всем горожанам подробности можно узнать по телефону 211-385. В деревне Фроловское Красноборского района сгорел 12-ти квартирный дом. Без крыши над головой остались 24 человека. К моменту прибытия пожарных кровля строения была полностью охвачена огнем. Возгорание тушили пять пожарных расчетов. Все жильцы, в том числе девять детей, эвакуировались самостоятельно. Один человек получил травмы и госпитализирован в реанимационное отделение Котловской больницы. Здание восстановлению не подлежит. Трем семьям уже предоставлено маневренное жилье. Еще пять пострадавших семей пока расположились у родственников. Жители Красноборского района активно подключились к оказанию помощи пострадавшим семьям. Звонят по телефону, интересуются, что нужно людям пострадавшим, особенно детям. Пострадавшим семьям срочно требуется вещевая помощь в хорошем состоянии. Это одежда, обувь, постельные принадлежности, предметы быта и продукты. Всю необходимую помощь можно приносить по адресу в Красноборске, улица Гагарина, дом 7А, кабинет 7. Это комплексный центр социального обслуживания. Телефон в Красноборске 2-12-98. К другим темам. В Архангельске стартовал седьмой Беломорский медицинский симпозиум. В этом году особое внимание площадки на базе первой городской больницы. Там сегодня обсуждают будущее в области мини-инвазивной и традиционной хирургии печени и поджелудочной железы. Напомню, в этом году медучреждение прошло процедуру лицензирования для проведения операции по трансплантации органов и тканей. Первую пересадку родственной почки сделают уже до конца лета в плане развития Центра трансплантологии следом за почкой печень. В первой городской уже 10 лет работает лаборатория мини-инвазивной хирургии. Специалисты отделения прошли подготовку в ведущих клиниках страны и мира, специализирующихся на трансплантации. На основании обмена мнениями, только на основании изучения самого передового опыта, можно делать шаги вперед. И можно избежать тех ошибок, которые накоплены в мире за достаточно большой период времени развития высокотехнологичной медицины. На сегодняшний день это пока эксклюзивный подход. Он делается в нескольких лечебных учреждениях на территории нашего региона, но в перспективе развития достаточно хорошие. Подробнее о том, почему мини-инвазивная хирургия – важный шаг на пути к пересадкам органов и тканей, расскажем в 19.20 на телеканале ТВ-Центр в программе «Автограф дня». Почти месяц – час жилого фонда поселка Вычегодский в Котловске остается без горячего водоснабжения. В конце мая ресурсоснабжающая организация отключила воду для проведения плановых ремонтных работ, но они затянулись. Почему – расскажем прямо сейчас. Горячая вода в дома поселка Вычегодский подается с двух котельных. В конце мая одна из них закрылась на плановый ремонт, который вместо положенных двух недель продолжается до сих пор, потому что коммунальщики пытаются отремонтировать старую дымоходную трубу. Во-первых, труба имеет сильные утоншения и коррозию металла. Некоторые утоншения металла составляют полтора миллиметра, что не обеспечивает безопасность. Данная труба может в любое время упасть на жилой сектор. Для проведения капремонта трубы был объявлен электронный аукцион, ведь предприятие муниципальное и искать подрядчиков имеет право только через торги. Но заявок не поступило, ремонт трубы не начался и горячее водоснабжение до сих пор отсутствует, что, естественно, возмущает людей. Вот рядом у нас во дворе, в конце, котельная, можно же, наверное, закольцовать, чтобы сделали воду. В прошлом году такая же система была, точно такая же. А что, у них еще труба, у них каждый год что ломается. Точно такая же не было у нас горячей воды. Сейчас предприятие подало документы на повторное проведение аукциона. Ориентировочная дата заключения контракта – июль. Плановые сроки его исполнения – до 20 августа. Так что жители Вычегодского получат горячую воду, видимо, с началом отопительного сезона. В Новодвинске состоялось первое заседание общественного совета. В него вышли 15 авторитетных людей города. Совет носит совещательный характер. Его члены активно будут участвовать в обсуждении всех жизненно важных городских вопросов, первый из которых подготовка к 40-летию Новодвинска. Хочу сказать, что работа была начата еще в 2016 году осенью. И сейчас она приходит к своему логическому завершению. Лозунгом всех мероприятий, которые будут у нас и пройдут к 40-летию города, выбран следующий – «Чтим прошлое, живем в настоящем, смотрим в будущее». Также на общественном совете решили установить памятный пограничный столб. Он появился в Валее Победы. Следующее заседание совета состоится в августе. Инновационное развитие региона и туризма, идеи и предложения на эту тему от активной молодежи со всей Архангельской области будут обсуждаться на площадках 9-го международного образовательного форума «Команда-29». В этом году он пройдет в Онеге с 11 по 16 августа. Чего ждут от участников и как попасть в их число, об этом сегодня рассказали журналистам-организаторы форума. На этот раз форумчане будут работать в соответствии с новой концепцией. Если раньше каждый район был представлен своей делегацией, в которой собирались активисты по разным направлениям, то теперь предполагается объединение не по территориальному, а тематическому признаку. Будет работать 12 проектных команд, в каждой представители разных районов, решающих определенную задачу или проблему муниципалитетов и регионов в целом. Например, одни будут специализироваться на разработке новых туристических проектов и событий в Арктической зоне, другие по предложению САФУ замахнутся на целую стратегию инновационного развития Архангельской области. Стоит отметить, что участие в команде «29» в этом году – это отличная возможность для молодых людей попробовать себя в решении реальных проблем региона, задач, которые нам ставят сегодня. И мы надеемся, что по итогу проведения форума мы получим перспективные кадры, которые в дальнейшем продолжат свою работу на благо Архангельской области. Организаторы команды «29» ставят задачу вовлечения молодых ученых в инновационные процессы в регионе, в том числе в проведение реальных научно-исследовательских работ. «Детишки на жизнь» – так называется новый туристический проект в Конышском районе. Он рассчитан на школьников и реализуется на субсидию регионального министерства культуры. Это интерактивный маршрут-конструктор о детстве родителей, бабушек и дедушек современных школьников, целевая аудитория – дети до 14 лет. Для них пройдут мастер-классы из папиного и маминого детства. Предложения уже протестировали тор-оператора из Архангельска и Вологды. Первые группы туристов они планируют привезти в Конышу в осенние каникулы. Район принимает организованные группы школьников и взрослых с 2015 года по программе «Деревня», которая вдохновляет. Туристы едут в Нуринскую посмотреть место ссылки Нобелевского лауреата поэта Иосифа Бродского. Ну что ж, информационные итоги сегодняшнего дня уже в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Дождитесь нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин